Добрый день, уважаемые коллеги! Слышно ли меня? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня нормально. Спасибо. Сегодня у нас на вебинаре очередной аншлаг. Это здорово, что вы все ходите так активно. Как всегда, пару слов перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру. В самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет в наше интерактивное расписание, на котором можно зарегистрироваться на все вебинары нашего учебного года вплоть до июня 2018 года. И там же можно посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. Ну, а все записи наших вебинаров, начиная с 2014 года, аж хранятся на нашем видеопортале, учебном видеоканале на YouTube. И это вторая ссылка. И запись сегодняшнего вебинара тоже ведется. И через некоторое время, через 1-2 дня появится эта запись на этом же ресурсе. Ну и, как всегда, представляю два последующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Вот эти вебинары. Следующий вебинар завтрашний проведу я. Будет он называться «Издательство, директ-медиа и преподаватели. Работаем вместе над электронным учебным изданием». Как всегда, вебинар состоится в 12 часов, поэтому я специально про это не пишу. И вебинар 16 числа, послезавтра, это пока в нашем расписании единственный вебинар, который состоится не в 12, а в 11 часов. Проведет его Константин Леонтьев, юрист, доцент, кандидат юридических наук. Вебинар будет называться «Авторские права в интернете. Юридическая практика». Тоже будет интересный вебинар. Так что приглашаю вас на эти вебинары. Напоминаю, что все присутствующие на нашем вебинаре получат бесплатный электронный именной сертификат по почте. Вам придет ссылка, по которой надо будет скачать этот сертификат через некоторое время, в течение одного-двух дней. Ну, а у меня все, и я передаю слово Константину Николаевичу Костюку, сегодняшнему спикеру. Сам буду оставаться, как всегда, в чём. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад, что вы пришли сегодня на наш вебинар. Ну, напомню, эта тема уже звучала в моем исполнении год назад, и недавно на нашем семинаре в Сочи. Ну, разумеется, какие-то вещи развиваются. И я надеюсь, если кто-то слышал, всё равно будут интересные размышления. Дело в том, что открытый доступ, на мой взгляд, это вообще одна из фундаментальных поворотных моментов современной медийной среды, прежде всего в области научной информации. Конечно, пройти мимо него невозможно. И я хочу здесь изъявить какую-то позицию, которая тоже обязательно должна звучать в общественном дискурсе. Мы знаем, что об открытом доступе и так очень много говорят, но это заслужено, потому что, ещё раз повторяю, это какая-то очень важная, может быть, самая важная на сегодня вещь из того, что нового, что нам ещё нужно осмыслить. В то же время недостаточно много о ней говорят даже пропагандисты в нашей стране. Но здесь я отмечу заслугу пряжества Ивана Ивановича Засурского, моего товарища и друга, который очень активно это пропагандирует, много сделал, и это большая заслуга. Но вот баланса, то есть обратного голоса противовеса со стороны издательств, со стороны тех, кто затронут вот этим поворотом, вот этот голос слышен очень слабо. Я надеюсь, что я своими размышлениями его озвучу и снабжу довольно весомыми аргументами. Вот для начала я хотел бы привести вот такую любопытную статистику и вообще сослаться на феномен Кики-Берлинг. Он у нас сегодня будет звучать не один раз. И если говорить там общее, характеризовать ситуацию, я бы сказал так, в России в плане открытого доступа очень отсталая страна, но у нас есть кибер-ленинг. И кибер-ленинг это, наверное, такой феномен, который тоже удивил бы всех, даже те страны, где открытый доступ подвинулся намного дальше. Это, так сказать, наш особый путь. Но он очень особый. А вот в данном случае я хочу продемонстрировать статистику. Собственно, 2013 года она уже изменилась, но тренд и сама расстановка сил примерно такая же. Вот смотрите, как несколько лет назад по посещаемости, по используемости распределялись наши основные ресурсы. Кибер-ленинг ей тогда было буквально два года. Она уже в месяц собирала около трех миллионов посетителей. Как вы видите, больше, чем любой другой профильный профессиональный ресурс. Собирая в месяц вообще 9 миллионов просмотров. Абсолютный рекорд. Никто даже не стоит рядом. Вот. Разумеется, высокое место по посещаемости в рейтинге Алекса. Вот тысячное место среди всех вообще ресурсов российского интернета. Вот. При этом при достаточно скромном контентном содержании. Это 700 журналов, миллион статей. Для сравнения, в e-library уже в то время было чисто российских журналов 3 миллиона статей. А вообще вы знаете, что там безмерное количество материалов. И уж точно в десятки, наверное, раз больше, чем на киберлинке. Вот. При этом среднемесячная посещаемость, вы видите, в три раза, уже тогда была меньше, чем у киберлинки. Один миллион. Вот. А место в Алексе примерно такое же. То есть, несмотря на то, что e-library, мы знаем, это тоже ключевой научный ресурс, связанный с индексом цитирования. И существует он уже очень много лет, в то время как киберлинке, два года было. Вот они примерно одинаковые параметры заняли в нашем интернет-пространстве. Вот. И рядом можно сравнить, ну, правда, другого типа книжные ресурсы. Да, наша ЭБС, университетская библиотека онлайн. Вот. У нас гораздо скромнее показатели. 250 тысяч в месяц. Просмотров полтора миллиона. И аж 7-тысячное место в Алексе. Но все-таки это книги. И вы видите, у нас книг не так тоже много. Это 100 тысяч книг и 500 журналов всего. Все равно, конечно, отставание здесь очевидно. Ну, и еще один аутсайдер. Это наша дорогая национальная электронная библиотека. Вот. Она имеет просмотр... Ну, тогда имела. Сейчас, не знаю. Просмотров меньше даже, чем мы. А уж в национальном рейтинге она позиционировалась на 30-тысячном месте. При том, что вот у нее-то по контенту она может считаться одним из крупнейших лидеров более полутора миллионов документов. Вот эти все ресурсы выбраны не случайно. Среди них только один ресурс является ресурсом действительно открытого доступа. Это киберленинг. И вы видите, насколько больше к нему интерес, больше успех, лучше показатели. А остальные ресурсы ЭБС, e-library, национальная электронная библиотека объединяет то, что они не открытые по своему существу, а именно авторских контент находится в них на условиях возмездного пользования. Совершенно разные условия, но тем не менее за них все эти ресурсы платят деньги, чего нет в киберленинге. Вот что, какие выводы напрашиваются из этого сравнения. Успех киберленинге, разумеется, говорит о том, что это проект, который очень органично вписывается в интернет-среду и полностью соответствует ее концепту как свободному информационному пространству. Это то, что любит интернет, что нужно интернету, и, собственно, как, наверное, должна в нем распространяться информация. Но, соответствует ли этот концепт киберленинге открытого доступа более общему концепту и задачами издательского сообщества, а шире вообще потребностям творчески-продуктивного расширения и научной информации, и вообще нашей цивилизации? Не мешает ли этот подход научному творчеству? Вот этот вопрос мы и будем сегодня с разных сторон обсуждать. Ну, а провокации здесь тоже налицо. Зачем платить за платные ресурсы, там, Эльзивир или ЭБС, или Елайбри, если есть бесплатные киберленинги? Многие этот вопрос считают риторическим. Вот, поэтому начнем от Адама и Евы. Ну, вообще, как это возможно стало и где корни открытого доступа стоит искать. Вот, их, конечно, стоит искать в цифровой революции, цифровой технологии. Что они сделали такого ключевого, что смогло вот открыть этот новый путь? Ну, во-первых, стоимость воспроизведения, копирования и перемещения информации в цифровой среде могут приближаться к нулю. Вот это вот основное. На основе этого цифровые технологии и создали интернет. И вместе с ней легкую доступность научной информации. Вот интернет – детище вот этой легкости воспроизведения и копирования. Сам интернет довольно скоро создал вики-номику. Это новый тип экономических, можно сказать, обменов, прежде всего информационных обменов, в котором существуют и прекрасно себя чувствуют ресурсы бесплатного доступа, создаваемых за счет коллаборативности, донации, рекламы. Ну, прежде всего, за счет такого добровольного вклада и просто самоотдачи людей, которые в нем живут. Вот. И вот Creative Commons, как такая скрепляющая вот этого подхода, бесплатная лицензия, лицензия, которой автор разрешает полностью пользоваться результатами его труда, это тоже такой цивилизационный скачок, показывающий, как много меняется у нас в нашей среде медийной. Вот. Ну и вот этот подход вики-номика создает галактику ресурсов Web 2.0. То есть вообще всю область информационного контента создаваем с самостоятельными пользователями, без издателей и без всяких там коммерческих моделей. Вот эта галактика ресурсов Web 2.0 это, по сути дела, ядро, стержень интернета, его свободной миссии. Вот о них немножко подробнее. Ну, мы знаем, что все, что было до этого, до вот этой вот революции, любое распространение информации, оно у нас зиждилось на Гутенберге, на тех технологиях, которые, в принципе, не дешевые. И материалы тоже не дешевые. Технологии тиражирования, типографские мощности, сама бумага, производство бумага. Вот мы привыкли за эти годы, даже столетия, что любая информация, она дорогая уже в силу своего материального фактора. Вот как только этот материальный фактор и барьер, который стоял перед многими авторами, и людьми был снят, вот и открылся новый поток. Новый поток и, по сути дела, новое качество общества и общественных коммуникаций. Вот известный такой социолог Джон Блоссом назвал это общество контента. Вот сошлюсь на него, потому что это очень интересные материалы, схваченные тренды. То есть общество, в котором, по сути дела, каждый может создавать контент и открывает себе творческие потенции. И мы, это уже было сказано там почти 10 лет назад, вот на сегодня имеем целый блок, систематику подобных ресурсов, которые создают сами люди. Ну, во-первых, это видео ресурсы, всем известные, YouTube. Вы видите тоже, насколько такие форматы переходят контент, в том числе учебный, и вообще люди начинают жить в этой среде. Вот это огромное количество ресурсов, связанных с фотобанками, с токами, в том числе и социальными сетями. Это сайты литературного самоиздата, то есть уже такие более профессионально специализированные ресурсы, такие как Amazon, Stichy.ru, самоиздат, где именно авторы публикуют свои книги и бесплатно их распространяют. Вот, это большой, огромный блок разного рода пиратских и полупиратских ресурсов, торренты, варезные библиотеки. Это, разумеется, свободная энциклопедия, как Википедия, в данном случае как раз вот абсолютно чистый и безупречный ресурс, и столь же массовый, привлекающий внимание. И сюда же стоит отнести и свободный научный архив. Если мы практически до этого больше большинство контента, которые вот охватили Web 2.0, это прежде всего изобразительные ресурсы, то почему бы и научную информацию не распространять на тех же основаниях, не так сложно закачать это в какую-то базу данных на какой-то сайт, и оно имеет такую же жизнь, как, собственно, YouTube, например, и другие подобные ресурсы. Вот, собственно, при взгляде на этот перечень ресурсов сразу видно, что они составляют костяк того, что мы называем интернет. И, наверное, большая часть трафика это вот именно платформы, которые просто дают место для человеческого свободного творчества. Вот их, ими пользоваться очень просто, у них практически отсутствуют количественные границы хранения информации, и поэтому они как губка вбирают в себя и генерят новые объемы контента. Ну, и все-таки поставим вопрос, соответствует ли вот этот тип и вид ресурсов задачам информационного обеспечения науки? Можно ли этим ограничиться? И, как вы видите, я сразу здесь даю практически ответ разнонаправленные стрелки. Издательские ресурсы это все-таки одно направление, а вот все тренды открытого доступа это направление совсем другого. Ну, остановимся в чем преимущество открытого доступа, за счет чего вот происходит такой феноменальный рост. Это тоже очень понятные вещи. Плюс архивов открытого доступа, то, что первое, авторы и ученые могут сами предоставлять доступ к своим публикациям в крупных репозиториях, они больше не зависят ни от какого издателя, ни от каких внешних причин, вот они туда складывают материал. Второе, информация в них начинает распространяться без препятствий и в принципе все это способствует свободному распространению информации, развитию общества знаний, вся информация сразу открыта, доступна любому. Ну, и для ученого немаловажно, что при такой системе эти ресурсы активнее читаются, лучше индексируются поисковиками и вообще создают более мощный шлейф цитирования, по которому меряется его эффективность. Вот это три слагаемые, которые подпитывают рост открытого доступа. То есть и читателям это очень выгодно, прежде всего экономически, и авторам для их профессиональной карьеры. Но теперь зайдем все-таки с другой стороны, со стороны издательско-научной деятельности. А вот здесь произошли ли такие же радикальные изменения, что действительно изменилось, а что не изменилось. Первое, изменилась, как уже было сказано, стоимость распространения научной информации. Она может стремиться к нулю, во всяком случае, несопоставимого с технологиями Гутенберга. А вот если мы зададимся вопросом, изменилась ли структура создания и потребления информации, то скорее всего придем к выводу, что она не изменилась. И прежде всего я здесь сошлюсь на ту модель, которая запущена в конце 17 века издателем Ольденбургом вместе с первым журналом Philosophical Transactions. Недавно праздновали тоже его юбилей. Вот. И вот эта модель журнального издания, журнального распространения информации получила название Галактика Ольденбурга. Вся наша журнальная научная информационная среда, будем называть ее Галактикой Ольденбурга. Так вот, изменилось или нет? Ну, первое, создание информационного содержания практически никак не изменилось. Требуется научное исследование и претворить его в какой-то текстовый формат. Здесь не сэкономишь. Экспертная оценка и выбор статьи, то, что сегодня называется peer-review, то есть рецензирование статьи для того, чтобы она попала в журнал, вот здесь, пожалуй, даже больше стало работы, потому что это обязательное требование и критерии рецензирования становится все выше и объема такой работы все больше. Вот, статья выбрана, дальше она упаковывается, информационные сообщения упаковываются в научную статью, в журнал, где помогают редакторы и все остальное. Здесь тоже практически мы видим минимальные изменения. Вот, наконец, журнал, статья готова, передача и приемка научного сообщения путем подписки, доступа, и вот здесь вот мы попадаем на цифровую революцию. Да, здесь действительно поменялось очень много, вот мы сейчас все пользуемся через интернет, все это гораздо позже. Вот, дальше сообщение приходит к своему целевому адресату, происходит обработка, интеграция полученного сообщения в информационные массивы, то есть включение в фонд библиотек, патологизация и так далее. Здесь также есть изменения, но не настолько они существенны. Вот, как мы увидели, практически только в одном из этих пунктов цифровая революция имеет реальный значимый вес. Вот, еще заметим, что только в одном из этих пунктов присутствует участие авторов в самом создании информационного содержания, остальное происходит практически без него. Вот, и если оценить экономику создания и потребления информации, то, скажем так, что в условии переизбытка информации стоимость фильтрации, работы с этим объемом контента, то есть ту функцию, за которую обычно отвечает издатель и создателя редактора журнала, это даже возрастает, поэтому здесь экономика никак существенно не меняется. Вот, и мы, соответственно, должны различать две информационные экономики, у каждой из которых свои собственные правила. Первую я называю экономикой информационных транзакций, к ней по сути дела относится вся IT-индустрия, то есть коммуникации, технологии передачи данных, доступа к информации, вот эти все кабеля, условно говоря, вот они имеют свои правила и там действительно считается не так, как раньше. А вторая экономика, это экономика создания информации, которая включает себя издательские процессы, хранение информации, обработка их, упаковка, и во многом прежде всего связано с работой библиотеки. И вот если мы сопоставим эти две экономики, то понятно, что у информационного транспорта и информационного творчества совершенно разные темпы и потенциалы развития. Творчество остается человеческим, оно не может так трансформироваться, не может оцифроваться. Я думаю, что искусственный интеллект никогда не будет не научиться писать статьи. Поэтому революция в одной экономике совершенно не порождает революцию в другой. И даже более того, вот эти разные темпы порождают некое напряжение друг с другом и некий конфликт, в котором мы и оказались. И обращу внимание, не стоит путать упрощение и снижение качества научных публикаций ради количества с информационной революцией. Вот это, к сожалению, одно из негативных последствий вот этих изменений. Вот. И следующий вопрос, который мы должны перед собой поставить, в открытом доступе. Какая информация нам нужна? какой информации имеющим доступ? Любой или определенный? Вот. И здесь я вас бы призвал задуматься о следующем феномене. Может ли существовать отдельная научная статья? Вот просто существовать в одиночку? Ответ нет. Потому что она тогда будет не статья и не научная. То есть понятие научной статьи возникает только в контексте в составе журнала. Она может быть статьей журнал. Никакая другая статья нам не нужна. И вообще другое информационное сообщение оно не об этом. А может ли существовать отдельный журнал? Опять же в одиночку нам трудно представить. Ну вот philosophical transaction было какое-то время один журнал. Но потом возникла галактика Ольденбурга. То есть по сути дела сегодня он тоже не может существовать в одиночку. Он существует в неком контексте комплексной системы журналов, подписки, широко говоря потребления научной информации. И мы приходим к простому выводу, что не может существовать отдельной звезды вне системы звездной галактики. Одно абсолютно связано с другим. То есть это научная статья и вот эта система потребления научной информации посредством журналов это неразрывное целое. И вот создатель этой звездной галактики это издатель журналов. вот к нему сейчас и обратимся. Вот вопрос который нас будет вести более общий звучит так может ли вообще открытый доступ быть встроен в существующую галактику Ольденбург не разрушит ли он ее вот поэтому опять немножко общих рассуждений об издательстве кто он посредник или источник вот как-то считается как аксиома что он посредник и в принципе если от него избавиться то это очень хорошо пробежимся по его функциям значит что делает издательство первое создает продукт который приходит как в гости некий автор и тематика профиль журнала это все работа долговременной долгосрочной работы издателя дальше он производит фильтрацию выбора из множества предложений и таким образом постепенно повышает качество журнала вот наконец он обрабатывает сообщение до информационного продукта интересного качества сделав журнал он предпринимает маркетинговые логистические усилия для донесения информации до рынка брендирования продвижения и так далее вот и наконец тоже не последнее вознаграждение труда всех участников от автора до дистрибутора все вот в этой цепочке получают по своим трудам вот если мы видим эту обойму задач то сразу очевидно что издатель здесь абсолютно не посредник он продюсер с которым связано создание журнала он вообще центр процесса публикации и если скажем убрать его то разрушится вот эта вся канва вся структура возникнет не свободный поток публикации как нам хотелось бы а безбрежный шумный информационный поток хаоса энтропии вот а вот эти вот пять звеньев составляют инфраструктуру научной информации и по сути своей они являются бизнес процессом и по-настоящему мыслиться только в контексте рыночных условий что очень важно вот вот этот вот рыночный процесс кто участвует в нем вот здесь в виде этой цепочки отражен кто участвует в создании журнала кто к нему причастен здесь и учредитель и инвестор который вкладывает деньги и правообладатель который имеет на это права и издатель который занимается непосредственно контентом редакция которая все подготавливает дистрибутор который распространяет вот это цепочка всех кто вовлечен и разумеется мы не можем просто так повернуть эту цепочку и спокойно погрузить в другой контекст например контекст открытого доступа или еще какой-то вот эта цепочка основана на экономических транзакциях и прежде всего на некоторых основных источников финансирования вот какие у научных журналов могут быть источники финансирования значит первое традиционное это подписчик покупатель как и у любого товара ну на это это у нас подписные платные журналы сразу понятно второй источник рекламодатель для СМИ это очень популярно и такой базовый формат но научных научной информации и это пожалуй то что мы должны всегда иметь ввиду рекламодатель нам не поможет потому что это не товары широкого спроса так скажем это товары очень узкой всегда точечной направленности то есть рекламодателю никогда не будет выгодно работать с научными фирмами и это по сути дела обрезает очень многое дальше источником финансирования может быть автор если он платит за свою публикацию и может быть научный институт фонд университет и прочее то есть организация которая заинтересована в том чтобы журнал выходил вот наконец из последних источников краудфандинг донации добровольные всякие пожертвования это в интернете тоже распространено вот пожалуй все перечислили где нам искать денег какой бы ни был дешевый процесс создания журнала он требует финансовые модели подпитки и должен с каким-то источником быть связан и вот если мы задумаемся то следующее положение будет нам тоже абсолютно привиально понятно какой источник финансирования финансирует журнал такой продукт и получает получается в результате если спрос будет определять автор то это будет рынок автора и в нем будет зависеть мы будем получать те журналы которые финансирует автор автор сам считает что он должен опубликовать от нас это практически от потребителей это уже не зависит и вот особенно важно что в России очень сильные институциональные издатели ну прежде всего университеты вот и здесь опять-таки это уже мы переносимся в другой рынок там где доминируют вузы университеты это уже рынок институтов опять-таки совершенно другой и для институтов критерий совершенно другой чем для традиционного журнального рынка это вопросы рейтинга престижа и так далее об этом мы скажем в общем очевидно что если мы отказываемся от традиционной модели где подписчик покупатель определял весь рынок то мы получим и другой рынок и другой продукт и определять его будут за нас вот а вообще говоря ясно что все равно какой-то рынок будут потому что научные журналы не могут существовать в пространстве которое является нерыночным и неконкурентным сама журнальная среда научная информация она плюралистична многообразна высококонкурентна и соответственно это полностью органично вписывается именно в концепцию рынка который и регулирует плюралистические среды спроса и предложения вот а теперь еще об одном аспекте того разделения которое мы наметили издательского контента и общего доступа классическое разделение понятий общего блага и частной инициативы вот они здесь обозначаются как К и К мы с вами имеем успешные примеры работы викиномики например в виде той же википедии и знаем что викиномика может создавать может создавать отличный издательский продукт но с одним но викиномика может создать коллаборативного редактора который помогает все оформлять много желающих проверять это все но не может породить коллаборативного издателя или даже лучше сказать коллаборативного инвестора который организатор менеджера коллаборативного менеджера который инвестирует организовывает бизнес вот это представить очень трудно вот и происходит это потому что у коммерческого издателя и коллаборативного условно-коллаборативного издателя разные бизнес-модели вот здесь несколько этих бинарных оппозиций в какую сторону тянет один в который другой но экономика открытого доступа в первую очередь базируется на оптимизации расходов на упрощении процессов главный аргумент что это все не так дорого это мы сделаем мы сами вот и нам главная там информация всякие там изыски нам не нужны вот и наоборот экономика коммерческого доступа базируется на создании ценностей то есть на обогащении процесса вот мы берем деньги мы стараемся вложить в них как можно больше работы как можно более интересного создавать ценности вот второй параметр рыночный издатель в первую очередь создает условия инновационного развития он ищет вот как пройтись вперед как бы еще конкурентные преимущества получить за счет чего-то нового интересного вот в то время как коллаборативный издатель озабочен условиями сохранения уже созданного и предоставления к нему доступа вот ну и наконец еще одна оппозиция рыночный издатель заботится о творчестве прежде всего нового коллаборативный издатель беспокоится о справедливости доступа чтобы информация была бесплатна чтобы все могли прочитать здесь мы явно слышим такой вот коммунистический момент вот собственно в эти две стороны и тащат эти две силы а чтобы визуально увидеть эту разницу в подходах достаточно взглянуть на некоторые интерфейсы вот вам крупнейший ресурс открытого доступа архив орг мы видим здесь все просто действительно все оптимизировано до нельзя но и неэстетично и над чем работают коммерческие издатели он все время ищет какие-то новые сервисы вкладывается в эстетику в некую такую полноту не только информация ну а если обобщить вот эти два подхода то мы увидим здесь классическую дилемму которая в свое время разорвала наше общество между капитализмом и коммунизмом на одной стороне собственность на другой ценности свободы на одной ценности созидания на другой требование равного доступа на одном забота о процветании на втором забота о справедливости и один базируется на рынке второй базируется на распределении вот эти все понятия нам очень известны мы их всех прошли своей жизнью своей историей судьбой и вот здесь мы сталкиваемся с ними еще в одном виде вот то есть я считаю что в основе противоположности открытый платный доступ лежит вот традиционный подход традиционный спор между принципами капитализма и коммунизма вот и соответственно есть поводы для того чтобы в цифровой коммунизм чтобы существовал цифровой коммунизм есть такое понятие вследствие много чего бесплатного или дешевого в этой среде вот тем не менее многие из вот этих вот чудес является не более чем иллюзией и во многом вот тот богатство интернета богатство открытой информации оно зиждется на разных формах паразитизма вот а основной из них это использование издательского контента вне издательских каналов как это происходит ну во первых откровенным пиратством авторских материалов то есть просто нарушением прав это полно во всем интернете очевидно или не очевидно и скажем в таком вот научном ресурсе как Sci-Hub который тоже имеет бешеную популярность сегодня в сети второе это игнорирование издательской работы ну это вот наше общее представление что издатель посредник он там много денег что это хапуги там условно говоря ну не будем обо всех говорить но скажем прошло движение идет движение против Эльзивира против высоких цен на журнальную продукцию что монополисты вот и кажется так что можно обойтись без этой работы пусть ценой там небольшого качества информации ну часто это происходит то есть идет контент которым уменьшается или практически отсутствует редакторский элемент вот разумеется это ведет к качеству информации но сама информация как бы вот еще есть этого достаточно вот ну и наконец есть и такое явление как игнорирование юридических прав правообладателя и например автор сам нарушает права издателя не смотрит свои договоры и считает что он ничем не связан вот эти все виды паразитизма имеют в экономике название феномена фрирайдер или зайца да заяц он на всех рынках существует но вот информационной среде особенно значимый потому что он здесь практически легитимный вот но мы знаем из экономической теории что заяц или там любой паразит он может делать только несколько ходов чтобы не загубить производителя он не может пить очень много крови он должен столько чтобы вот хватало дальше своему патрону существовать вот вот это в жизни обычно выполняется а вот с цифровой экономики некоторые считают имеют иллюзию что здесь взяв ничего не отнимаешь да и даже умножаешь вот как говорят если у меня одно яблоко я отдам его другу и яблоко останется одно а если у меня есть идея и я отдам ее другу то идеи уже будет две вот это все есть но не так оно спокойно работает вот и самое главное нужно понимать мы не можем изъять информацию из экономики капитализма раз уж мы в нем существуем и надо заметить что хотя риторика капитализма не сбавило обороты но мы видим по жизни что во всех сферах капитализма становится только больше и в частности информационная отрасль одна из самых капиталоемких самых дорогих и уж точно бесплатно здесь проскочить не удастся мы должны зрело понимать и вот один из основателей Microsoft Джерон Ланье очень хорошо сформулировал этот тезис реальность в конце спектра открытой культуры лежит вечная весна рекламы то есть интернет по сути дела ничего нового не придумал он использует рекламный продукт вспомним Google главная крупная компания мира она поднялась и встала именно тогда когда научилась использовать поиск за счет рекламы и все их богатство за счет контекстной и других видах рекламы вот при этом мы помним что научные ресурсы и в том числе ресурсы открытого доступа не могут питаться из рекламы и это практически приговор вот поэтому если быть честно давайте определим границы открытого доступа первое в чем я думаю все согласятся что как правило открытые ресурсы и вообще продукты Web 2.0 хороши именно тогда когда имеют доступ к источникам готового контента это так называемые перепосты прежде всего издательского контента и большая часть объем вот всего трафика это некий созданный профессионалами то есть издательный контент который начинает такое свободное движение вот если же наполнять эти каналы только самодеятельным контентом получается сам издат и многие ресурсы как только они только самые издат начинают пользоваться они зашумляются становятся неинтересными такими самопальными и даже умирают поэтому и в науке пока открытые ресурсы формируются из статей качественных журналов высокорейтинговых их информационная ценность питается качеством кормерческого продукта это работоспособно если только убрать сразу весь этот блеск померкнет вот и если уж говорить об открытом доступе то это конечно должен быть чистый а не паразитически открытый доступ то есть реально созданный авторами и отданный им по доброй воле есть и большой объем контента который с точки зрения цифровой революции действительно изменил свой статус и не должен появляться в платном доступе здесь я абсолютно согласен с Иваном Засурским например сиротская старая литература которая формально подпадает под авторские права но по сути научная информация она не имеется вот такой сугубой коммерческой природе и защищаться так же как защищают как какую-то топовую Диснейленд или еще что-то такое защищать не имеет смысла поэтому сиротская литература должна попасть в открытый доступ сам издатовская в том числе научная авторская литература она само собой имеет здесь пристанище в открытом доступе ну и наконец сюда можно отнести публично демонстрационная литература это рекламная служебная то что создается например по заказу университетов вот если он готов то что служит продвижению вот это категории которые их производители сами готовы и не против того чтобы это было в открытом доступе вот а теперь посмотрим что же у нас с киберленинг вот все эти три элемента конечно сюда не подходят и вообще скажем сразу что киберленинг не является классическим проектом открытого доступа это издательский проект бесплатного доступа вот если вы посмотрите ну наверное многие уже заметили это прежде всего контент вузовских издательств журналы которые они субсидируют и которым важнее иметь продвижение этих журналов их рейтинги чем финансовую окупаемость по сути дела вот эти издатели то есть институты вуза они находятся вне рынка именно научной информации стремятся повысить свои рейтинги таким способом ну аналоги этого есть и на западе биомедцентрал точно так же субсидируется институтами вот вторая почему именно у нас киберлинг возникла потому что это российский журнальный рынок в котором вузовский издатель доминирует над частным это тоже одна наша особенность частный издатель журналов становится все слабее а вузовский набирает силу вот и это проект особой российской среды в которой обычно никто то есть автор не спрашивает о правах и разрешении у редакции на какой-то перепост своей статьи этим не заморачиваются вот ну и наконец это прекрасный рекламный проект который популяризирует и облегчает доступ к научной информации удобство пользования и так далее но снижает рыночный потенциал рынка научной информации вот то есть в данном случае институты университета прежде всего объединились с несколько чужеродным интересом вошли на рынок журнальной продукции добились там высот и создали вот такой вот уникальный в целом безусловно интересный проект но тем не менее если глядеть в корни в корень то киберлиника будет помогать именно вузам она будет способствовать формированию рынка институтов а не рынку научной информации а вот что такое рынок институтов и чем руководствуются вот издатели вот этих журналов мы сейчас остановимся на на пару минут вот во-первых обратим внимание на то что на западе широко не практикуется создание вузовских журналов то есть очень редко когда вузы имеют свои журналы как правило все вот эти вот журналы лидеры это или коммерческие продукты или даже открытые продукты ну сейчас конечно больше стало и таких вот институциональных но все равно в сравнении с Россией это маленький сегмент вот а вообще мы должны понимать что рынок вузов он базируется совершенно на ином рыночном интересе на предоставлении образовательных услуг он привлекает население чтобы давать им образование и там своя очень острая конкуренция очень важны рейтинги которые влияют на то сколько какую ценность имеет ваш образовательный продукт вот большие огромные деньги несопоставимые с рынком научной информации он состоит бюджетное образование расходы населения то есть это целые проценты несколько процентов от всего валового продукта размах абсолютно иной другие порядки цифр вот и вот в борьбе за этот рынок рейтинг институтов возникает борьба за квалификацию вузов которые складываются из многих факторов это и качество услуги и репутация престижность научные исследования в том числе и ценность журнала вот в совокупности все эти факторы сложились в так называемые международные рейтинги которые стали править править бал рейтинг по сути дела это мерило рыночной ценности университов поэтому недаром наша страна тоже быстро ощутила это и включились в борьбу за эти рейтинги проект 5100 и основные деньги идут на борьбу за рейтинги вот в этих рейтингах есть показатели связанные с научной цитируемостью научной активностью публикационной ценностью деятельности этих журналов но все таки все равно будем понимать что это игрок другого рынка не журнального и если он приходит если игрок из другого большого рынка приходит вот на наш небольшой специфичный рынок ясно что он там вливает условно левые деньги рынок начинает работать неправильно и по сути даже если вот сам вуз инвестирует в создание журналов по которому определяется его ценность его рейтинг то это некого рода мошенничество самоприменимость он разрушает даже рынок свой свой рынок формирования рейтинга в масштабах страны там нашей российской страны которая никак не влияет на международное это можно мы не испортим международную систему но для нас самих это очень недорого вот так что вывод такой что научные журналы это непрофильный вид деятельности для университетов и вот их воздействие на наш журнальный рынок будет искажать последний и мешать работать таким честным научным издателем так скажем вот и понятно что при этом может последствия могут быть качество самих журналов раз у них ложная мотивация ну вот в частности когда вузы стремятся в этой публикационной активности все больше там публиковать статей сборников конференций возникает вот эта вся лжес среда но есть и другие конечно за счет субсидирования наоборот именно университетом получается создать наиболее качественные журналы у нас тут много хороших примеров журнала там МГУ Томского университета кого угодно тем не менее мы должны запомнить что здесь существует некая дилемма или рынок вузов будет искажать рынок журналов или рынок журналов будет искажать рынок вузов такую дилемму нас забросило нынешнее развитие вот как сосуществовать да вот эта дилемма что делать вообще с ловиной открытого доступа который действительно является лавиной она мы не можем ее поместить в старые меха действительно что-то придется менять и дилемма складывается вот в такой парадокс если рынок научной информации станет лишь островком информационной среды а не моделью ключевой это грозит разрушение всем научным коммуникациям потому что они всегда были рыночными и будут рыночными вот с другой стороны и издатели не могут остановить публикационный открытый поток цифрового взрыва не погибнув то есть их силы явно не хватит чтобы просто игнорировать это или как-то существовать так как это было прежде нет они должны тоже как-то в него влиться и вот те поиски баланса которые сегодня ведутся ведутся по нескольким направлениям как известно существует сегодня три формы открытого доступа легального легитимного открытого доступа первый это зеленый путь так называемая публикация припринтов то есть это публикация неиздательского продукта автор дает версию которая является доиздательской ну легитимно да однако отсюда возникает конфликт информации путаницы между открытым публикациями открытого доступа издательствами какая статья является подтвержденной издательским качеством какая нет что издательство изменило в этой статье вот мне кажется это такой очень мутный момент который в большом количестве в массиве еще сыграет свою неприятную роль второй путь есть золотой это оплата открытого доступа автора стоит 3000 долларов допустим гранты это стоимость включается и пожалуйста публикуй вот наконец существует и платиновый путь когда публикуется уже изданная статья ну когда журнал разрешает или дает эмбарго и так далее вот в целом это тоже легитимно как бы разрешение издательства но разумеется в итоге контроль издательства над доступом понижается и опять-таки рынок немножко путается что ведет частично к разрушению предписного рынка ну например мы знаем что у одного и того же статьи есть журнал открытого доступа закрытого доступа в одном журнале есть статьи открытого доступа другие закрытого ну разумеется это какая-то путаница отсюда неизбежна вот и в целом конечно издатели включаются постепенно в открытый доступ но как правило очень неохотно и цель не столько достижения баланса сколько получения компенсации то есть за счет открытого доступа как-то немножко повысить свои импакт-факторы это повысить бонус от свободного доступа к информации он теряет может быть в деньгах но получает в признании в читабельности в движении бренда вот на этой на этих таких достаточно шатких моделях как-то сегодня зиждется развивается открытый доступ в взаимодействии с издателями вот при этом я хотел бы на один тезис обратить внимание которое вот в дискуссии об открытом доступе звучит постоянно на мой взгляд очень несправедливо тезис звучит так что государство и общество и так оплачивают научные исследования и если приходится платить еще за доступ к статье то мы платим дважды за одно и то же налогоплательщик платит дважды за распространение статьи вот ну здесь я бы так ответил просто мне кажется очевидно из сказанного выше научная публикация в научном журнале не тождественна научному исследованию то есть это совершенно другая работа продукт других людей и вообще как я сказал другой рынок и собственно это отдельная услуга ничего здесь ничего дважды не возникает вот в то же время вот если за эту услугу происходит оплата автором или институтом или фондом то это является адекватной компенсацией для публикации в открытом доступе издатели в принципе это устраивает и вот золотой путь по которому автор выкупает свое право на открытый доступ он хоть и дорогой как считается но он не ущемляет прав издательства он абсолютно легитимный он не разрушает информационный рынок но им разумеется не достигает то что хотели ввести в нем не возникает никакого бесплатного доступа да никакой экономии не возникает 3000 за статью общество все равно платит вот то есть здесь все остаются при своих и открытый доступ собственно ничего нового не дает поэтому все равно денег остается столько же сколько и было и революция это не создаст ну и в частности именно поэтому я считаю в России золотой путь практически не применяется никто не приходит к издателю выкупать свои статьи кроме некоторых случаев вот собственно о балансе некотором мы поговорили и хотел бы немножко сказать и еще новых возможностей которые здесь появляются практически до сих пор пока мы говорили мы имели ввиду журнальный рынок потому что это основной рынок научной информации но мы знаем что существует стой же крупный книжный рынок рынок других видов публикаций вот и проблема открытого доступа актуальна уже и для этих рынок ну в частности очень широко дискутируется проблема открытого доступа для монографии и есть такое движение хотя оно несомненно более скромно вот ну и главное что мы хотим вот здесь сказать что вот конфликт он не неизбежен цифровые платформы создают условия которые равно удобны как для коммерческого контента так и для некоммерческого в частности электронно-библиотечной системы вот тот тот подход который представляем мы он как раз призван этот баланс соединить решить без конфликта значит на нашей платформе существует ну костяк определяет коммерческие издательства вот на этом графике вот но огромный объем контента это как минимум половина это бесплатная библиотечная коллекция ну она условно бесплатная условно открытая но по сути дела она таковая вот и наконец существует принципиальный еще сегмент открытого доступа для авторов и молодых ученых ну немножко разу вот ну во первых почему в принципе можно существовать без конфликта потому что на платформе можно опубликовать как контент с какими-то финансовыми условиями так и без всяких финансовых условий вот и если публикация на открытой платформе является первой приходит от автора то разумеется она не нарушает ничьи права в этом случае ЭБС становится исходной публикационной площадкой то есть платформой открытого доступа вот и мы вот эту функцию нашей ЭБС активно пропагандируем публикуйтесь и ваш контент действительно получит вот все плюсы открытого доступа цитируемые доступность вездесущность и так далее второй еще момент который может добавить ЭБС бонус к публикации на цифровых площадках при наличии особых сервисов исследовательская площадка может стать площадкой публикации если раньше исследование происходило в одном месте публикации совершенно в другом это не связанные вещи то сейчас вот все можно делать на одном то есть можно весь исследовательский процесс выстроить постепенно в своем кабинете выкладывать материалы которыми вы хотите поделиться дополнительные материалы какие-то первые версии разделы это все может обсуждаться выставляться оценки комментарии вот эта инфраструктура этого исследовательского процесса у нас уже создана на ЭБС пользуйтесь и привлекайте так внимание вот ну и наконец третий момент то что ЭБС как платформа с большой аудиторией она имеет очень большую ценность как платформа открытого доступа для научных студенческих работ и работ молодых ученых здесь мы тоже все это стимулируем и приглашаем и вот в частности уже два года большой успех имеет организовывая нами конкурс студенческих дипломов Бифёст в этом году участвовало в нем тысячи работ по 12 специальностям победителями были 36 работ каждая дипломная работа была опубликована в виде книжечки и два гран-при по естественным гуманитарным наукам получили внушительный приз поездку на море вот вот это начало научной карьеры публикация в открытом доступе на ЭБС вот похожий баланс у нас создается и в работе с переводикой я сказал что у нас довольно большой объем где-то четверть его контента это тоже переводика вот но это наша концепция принципиально противоположна киберлининге да мы ну как ориентированы на коммерческого издателя отбирают в первую очередь качественные в том числе дорогие издательства журналы с высоким импакт фактором вот и на сегодня это 500 таких высокорейтинговых актуальных тематических журналов еще около 400 журналов это архивы дореволюционных изданий вот что здесь близкого к открытому доступу то что здесь встречается на одной площадке и журналы которые издатели распространяют открыто то есть в данном случае для наших подписчиков они бесплатны совершенно свободны вот в то же время есть и журналы открыт на платной основе и вот здесь они встречаются и совершенно органично дополняют друг друга критерий только качество вот и разумеется такая подборка переводики для любого подписчика оказывается намного дешевле то есть он в одном пакете платит только за платные журналы а условно говоря половина или больше это те же журналы открытого доступа такой престижной качественной коллекции вот обращу внимание кстати кто-то может знает кто-то нет киберлейнинг привела рейтинг своих журналов и вот этот рейтинг оказался совершенно другим и по сравнению с e-library и по сравнению с web of science потому что у нее нет представительности репрезентативности в первую очередь качественных изданий ключевые издания с высоким импакт-фактором просто там не наличествуют а у нас вы их вполне возможно найдете вот ну собственно я уже подошел к концу с основными тезисами и так открытый доступ как ящик пандера открыть или закрыть вот первое модель Ольденбурга создала информационный рынок и пока нет никаких предпосылок чтобы от него отказаться поэтому его нужно сохранять и об этом беспокоиться а избыток информации который вызван цифровой революцией этот рынок разрушает во всяком случае несет для него серьезную угрозу в том числе в виде открытого доступа вот если не будет соблюдена правильная мера по модели открытого доступа вообще может разрушить рынок научной информации нам это надо иметь ввиду и как-то это до этого не доводить дело вот зато переизбыток информации создает новый интерес качественной информации и вместе с этим не классический рынок то есть несмотря на открытый доступ именно благодаря вот тому переизбытку который он создал возникает запрос на более качественные фильтры на более высокую технологии отбора качественного контента на которых и будет зиждется не классический рынок который немножко будет отличаться от классического вот ну что ж вот так я и подвел к своему ключевому выводу сегодня требуется симбиоз и гармония открытого и платного доступа одна модель не должна разрушать другую ребята давайте жить дружно в общем единственное что пока Россия мне кажется идет по пути игнорирования интересов издателя бизнесмена и наш коммерческий сегмент журналов слабеет вот но в то же время пока открытого доступа вот в каком-то таком безбрежном формате тоже нет и пока есть время это дальше гармонизировать вот собственно на этом моя речь закончена тогда отвечу на вопросы так Олег Анатольевич можно ли говорить о том что вузы в эпоху открытой научной коммуникации будут основными генераторами ресурсов открытого доступа вот хороший вопрос как вы видите у нас в стране складывается примерно так они наращивают вузы наращивают свою ценность как генераторы ресурсов открытого доступа но в мировом формате мне кажется нет потому что базовые козырные карты они все равно остаются за коммерческими издателями такими как Эльзивир и так сказать ну без них без издателей полноценного открытого доступа не будет это будет как вот не знаю непрофессиональный какой-то самоиздатовский YouTube вот зато если объединиться в этом вопросе то на основе баланса будет два генератора я считаю должны и коммерческие остаться здесь играть скрипку и университеты и авторы хотя разумеется давление вот сама инициатива она больше исходит от авторского сообщества от вузовского так история так вот тоже реплика неоднозначное сравнение киберлинка который по своей сути объединяет ресурсы находящиеся в открытом доступе на сайтах самих издательств с ЭБС отражающие в большинстве книжную продукцию издаваемую минимальной экземплярности ну в принципе я даже и не сравниваю сильно киберлинк и ЭБС это наверное к первому нашему слайду там сравниваются все таки ресурсы открытые и ресурсы где платные где происходит возмещение авторского контента а так конечно да так конечно это точно на противоположных полюсах киберлинка и ЭБС вот ну что ж постараемся жить дружно вот ну я скажу что действительно профессиональное сообщество очень хорошо понимает вот если я свое мнение если когда вот волна начиналась то вот лозунг все бесплатно все доступно он как-то всех окрылял прежде всего библиотекарей вот то вот у нас был на последней конференции на икона очень серьезный разговор и там как раз со стороны вузовского сообщества прозвучали вот такие ограничения что это все сказки и вот так просто оно не будет ниоткуда не возьмется качественный контент и хорошая информационная среда вот так что действительно давайте дружить искать компромиссы и учитывать интересы всех творческих людей в том числе и авторов и издателей уважаемые коллеги спасибо вам за присутствие на нашем сегодняшнем вебинаре за интересные вопросы сегодня была очень интересная тема я хотел бы поблагодарить Константина Николаевича Костюка за интересную и красочную такую презентацию очень интересную ну что ж а вас я всех приглашаю на наши последующие вебинары напоминаю что на сайте Директ Академии вы можете найти расписание на ближайший учебный год вплоть до июня месяца и зарегистрироваться на все интересующие вас вебинары спасибо вам за внимание встретимся завтра на моем вебинаре до свидания до свидания до свидания